Ребят, всем привет! Ну всё, наконец-то я дождался конца июня, чтобы попробовать новинки от крафтов пивоварен, потому что в июне их было довольно много. И, наверное, обзоры на новинки от крафтов пивоварен становятся самой, наверное, любимой моей рубрикой на канале, потому что я весь месяц мониторю, смотрю, там в начале месяца что-то интересное, выживаю, такой, блин, до конца месяца ещё ждать. Ну ладно, надеюсь, хотя бы появится в магазе. Потому что ещё бывает так, что до крафтового магаза не доезжает не всё, короче, если коротко. Потому что были всякие там новиночки, которые были интересные, которые я хотел попробовать, но их так и не увидел у нас в магазе в Росбиршопе. То есть я туда хожу, потому что там довольно большой выбор. Это ни хрена не реклама, это просто единственный магаз, который мне по пути, вот, и где я могу что-то спонуть интересное. Вот, короче, что мы будем сегодня смотреть? Сегодня у нас, как видите, 6 бутылок. Я надеюсь, их там все в кадре есть, но сейчас покажу их. Да, 6 бутылочек, но обзор будет на 5. На одну из этих бутылочек обзор будет в телеге. То есть ссылочка внизу есть, досмотрите видео, потом перейдёте и, соответственно, посмотрите там. Вот, что у нас интересного такого появилось? Балтийский портер от, получается, Велком Аравы. Вот такая вот бутылочка. Но я их потом поближе всё вам себе покажу. Короче, чем он интересен? Во-первых, там сочетание вкуса довольно интересных. Я описание прочитаю попозже. Это действительно прям вот добротно интересно. И что интересно, для балтийского портера 5,5 алкоголя. Это очень мало. Вот. Посмотрим, потому что не так давно я попробовал хорошего балтийца от Найберга. Я не помню, выкладывал в телегу, я не выкладывал, но, в общем, балтийец будет действительно хорош. Вот. И, соответственно, мне интересно просто сравнить это с Велкой, потому что Велка умеет делать охренительные сталты. Вот, интересно, посмотрите, как у них получится балтийский портер. Второе, что это у нас? Это у нас Фоблюверс. Фоблюверс и Орфей. Орфей – это домашняя пивоварня. Вот. А Орфей, насколько я понимаю, стали победителями Бурюком, не знаю, короче, там, условно, это соревнования домашников, короче, тех, кто платит пиво дома. И они его выиграли и, соответственно, сделали коллабу с четырьмя пивоварами. И очень необычную, соответственно, тоже историю сделали. Это темный лагерь и, соответственно, смолк это лагерь. Это копченый, насколько я понимаю, интересный довольно лагерь. Описание тоже прочитаю. Вот. Сейчас я пока выберу то, что я уберу в телегу. Я пока еще не понял, если честно, чего я хочу убрать в телегу. Но одна, так сказать, новинка интереснее другой. Дальше. Это у нас Дикейли пошли. Это у нас от Биг Вилджи. Соответственно, вот такая вот красивая история. Вот. Я вот не пойму, вот они ее выдерживали там 15 месяцев в бочке. Нет, нет, это не то. Ну, короче, я еще прочитаю. Но, в принципе, для крафтухи появление вот таких диких историй, история не частая. А тут сразу два за месяц. Вот. И, соответственно, от брелка. Вот это вот 15 месяцев в бочке выдерживалось. Это малиновая, это вишневая. То есть там есть еще, соответственно, дополнительный вкус. Очень-очень-очень долго я ждал вот эту вот пиоварню. Вот. Это мини-крафтовая пиоварня, состоящая из одного пиовара. Вот эти вот красивые рыбки. Вот. Блин, фокус. Я надеюсь, что будет постепенно так ставиться хорошо. И будет и меня видно, и бутылочку нанесу. Короче, очень интересная история, связанная с этой пиоварней. Тоже сейчас расскажу в выпуске дальше. И битые огурцы от HopHead. Давно я не пробовал HopHead. И, соответственно, огурцы не такая частая история. Да, она встречается, но не совсем... Не могу сказать, что... Короче, она не такая популярная, как томатка, допустим, та же самая, да? Вот. Поэтому это тоже попробовать очень интересно. Соответственно, все у меня в конденсате. Уж простите, с холодильника вытащил. И конденсата довольно много. Итак, что я уберу в телегу? Я буду читать еще описание, соответственно, для каждого из них из телеги. Потому что я при покупке обычно мониторю телегу. Ну, в ВК еще могу помониторить. Пару пиоварен я там смотрю. Но в целом, в основном, мониторю телегу. Просто тупо из-за удобства. Так вот, давайте-ка, наверное... Давайте-ка, наверное, все-таки в Белку мы уберем в телегу. Досмотрите выпуск, перейдете, посмотрите там на нее обзорчик. И заодно подпишетесь. Я так делаю почти каждый выпуск. Соответственно, там каждый раз что-то будет для тебя интересно находить. Поэтому подписывайтесь. Давайте я туда уберу. Вот. А начнем мы... Ну, давайте с Фолбриверс. И это у нас называется Уголь. Давайте я вам покажу и потом зачитаю быстренько описание. Вот так вся история у нас выглядит. Вот. Я думаю, надеюсь, видно хорошо. Ну, вот. Ну, увидите, короче. Так. Причем тут на баночке даже есть. Крепкий копченый лагер. Питкий, дымный, с чистым солодовым профилем и сдержанной хмелевой горечью. Сварен в коллаборации с домашней пиловарней Орфей. Победителем третьего общенационального конкурса домашних пиловаров Брюком 2022. Значит, тут я прав был. Плотность 15, алкоголь 6,5. Так. Состав. Вода подготовленная, солодовый ячменный, солодовый пшеничный, хмель гранулированный, дрожжи пивные. Тут как бы тоже ничего такого. Так. Ну и в целом... Все. То есть тут, в принципе, добавить по нему нечего. Давайте смотреть. Давайте пробовать. Очень-очень-очень-очень. Очень хочется уже выпить, на самом деле. Вот. Так. Смотрим. Я потом как-нибудь объясню, почему я нахожусь в этой комнате, а не в той, как обычно. Либо на стриме. Кстати, если хотите стрим, напишите коммент. Вот. Я не знаю, не уверен, что еще есть достаточный объем аудитории для стрима. Но все равно. Смотрите, вот. Темненький, соответственно. Шапка плотная. Главное, как пахнет, теперь узнай. Да, пахнет, кстати, копчененько. Ну, кстати, не сильно ярко. Копченость такая приятная. Если честно, не особо понимаю, за счет чего это достигается. То есть это достигается за счет именно различных солодов, скорее всего. Вряд ли какая-то другая еще технология есть. Но, скорее всего, именно солода решает. Блин. На что похожа копченость? Это не мясная копченость классическая. Это больше, знаете, похоже на копченые какие-то чипсы. Чипсы с беконом, что-нибудь такое. Не, ну, нет, нет. Ну, короче, такая приятная, не навязчивая копченость. Не яркая. Ну, пенка довольно быстро спала, на самом деле. Давайте пробовать. Давайте так. Больше одной бутылочки вы вряд ли возьмете и выпьете этого. То есть это вот одну бутылочку взять, посидеть, подсадить. Его залпом не выпьешь. Это довольно крепленный лагерь, так скажем. То есть, с первого взгляда может показаться, что тут довольно выпирающая алкашка. Хотя я всего там шесть с половиной. На самом деле, тут либо так хмеля сделано, либо сочетание хмели и солоду. То есть, прям есть прям... Сначала кажется, что это очень на первый план сильно вылазит алкашка, но по факту нет. То есть, потом уже понимаете, что нет. Просто это такой основной солодовый вкус. Вот. Такое грубоватое пиво. Прям грубоватое. Плотное. Ну, опять же, относительно плотное. Ну, то есть, тело чувствуется хорошо. Оно грубоватое. Приятно, в принципе, попивать небольшими глотками. Копченость, конечно же, да. Она и в запахе, и на вкусе. Почему на вкусе она... На запахе она довольно легкая. А на вкусе вы чувствуете не копченость скорее, а как будто вот есть, да, поджаренность. Все-таки это солода играет роль свою. Вот пытаюсь понять. Несколько раз уже попробовал. Но, да, вот есть какая-то такая легкая поджаренность. Причем контролируемая поджаренность, да. То есть, она не ярко выпирающая. Она вот какая-то вот оттеночная. Очень-очень-очень интересное пиво. Прям я такого не пробовал точно. Может быть, чисто у меня опыта такого еще большого нет. Но в целом я такое первый раз вижу. Респект. Крутое. Прикольно. Взял бы еще раз. Сложно сказать. Я бы, наверное, возможно взял, опять же, если бы я захотел такое попробовать. Но я думаю, что это разовая история. Вряд ли еще такая коллаборация будет. Если увидите, берите, попробуйте. Как минимум вы для себя что-то новое, интересное узнаете. Стоит вся эта история 305-310 рублей ориентировочно. Ну, чуть больше 300 рублей. Может быть, за 300 рублей найдете примерно. Как попробовать ради интереса, расширить свои, так сказать, некоторые познания, рекомендую однозначно. Это очень интересно, очень необычно. И это, не знаю, для тех, кто даже копченку не любит, даже сильно интересно будет попробовать. Не знаю. Как по мне, я такие истории люблю. Необычно и интересно. Обязательно попробуйте. Плюс в конце ролика у меня будет ссылка на обзор на 4 пиалар. Я делал обзор, в принципе, на их пиаларню. Ну, попробовал там штук 5-6, по-моему, я бутылочек у них попробовал. Рассказал всю историю и так далее. В конце ролика будет ссылка. Посмотрите. 4 пиалара удивили. Красавцы. Прикольно, да. И это интересно. Ставлю плюс большой. Оценка. Не знаю, оценка нужна. Как Антолху оценку можешь поставить. Не знаю. Ну, короче, круто. Прикольно. Мне очень понравилось. Но не на постоянку. Такое, конечно, не попьешь. Давайте переходить дальше. Так. Это у нас Биг Билдж. Давайте я вам покажу. Вот так выглядит бутылочка. Баночка, хотел сказать. Бутылка прикольная. Сейчас посмотрим, что у нас тут. Соответственно, дом изображен. Ред Фландерс Эль. Вис Расбери. То есть, соответственно, красный Эль с маленькой. Так, ладно. Смотрим. Что это у нас такое? Плотность. 14. Алкоголь. 6,5. Состав. Вода. Солод и чмены. Хромет. Гранулированные. Дрожжи пивные. Понятно. Так, 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 так. в принципе годен дата разлива но 15 июня супер свежий разлив година 180 суток они сушите 365 суток это это хреновенько почему так мало там годен странно тут получается 0 375 вас в этой бутылочке давайте прочитаем все-таки описание пламанский красный н ферментированный в дубовых бочках саур-блендом выдержанные с ягодами локальные вишни то есть выдержаны вместе с ягодами окей хорошо локальный то есть по месту производства ну окей бутылочка классная красивая не менее красивая моя ну ладно будем честны она уродливая но делать свое дело открывашечка кстати крышка побольше таких бутылок идет и вот она и не совсем цепляет так ну-ка не подводи меня опа не подвела на самом деле я тут порылся и нашел у себя еще несколько интересных бокальчиков у меня друг дарил вот такое помыло надеюсь нормально помыл вот такой бокальчик денериум я что-то подумал что под эту бутылочку он отлично подойдет вот такие прикольные не знаю вида не видно кисуньки по бокам красивый бокал но я с него пил всего по раз как раз бутылочку денериума который друг мне подарил и соответственно так но 106 половина до окей горе в принципе могу сказать сколько он стоит сразу 460 рублей он стоит да не дешево это прям дорого я бы сказал вот но с другой стороны тут всегда вопрос с кем сравнивать сравнивать я буду понятное дело что сравнивать с бенгитцами с кем мне еще сравнивать ламанские или дикие дикие дрожжи да пахнет кисляком дико просто малины не пахнет понятное дело но это все-таки хороший знак что малины не пахнет все-таки я считаю так потому что натуральная малина она в принципе сама по себе не яркая то есть вы хоть что с ней сделаете она хоть и заложите хрен знает сколько она всему ли тем более отставилась в бочках она ярко не должна пахнуть а если мы сейчас получили довольно яркий запах малины то это бускайсу значит либо ароматизатор добавлен не буквально там сок либо еще что-то поэтому это даже хорошо ну пахнет прям кислятиной давайте пробую чё странный запах ну ребят смотрите что хочу сказать тут указано что это вайлд эль что это насколько давайте вот так если кто-то знает больше меня напишите в комментариях но насколько я знаю что вайлд эль и сауэра отличаются чем вайлд эль это дикие дрожжи соответственно для этого используют дрожжи дикое брожение то есть это дикие дрожжи если коротко а сауэр отличается тем там поскольку помню что это два вида дрожжей которые дают от низкой кислотности до максимально сильной кислотности то есть это именно специализированные дрожжи до которой дают посты на кислоту и насколько помню дикие дрожжи это по сути это ну там как бы это именно бактерии бактерии которые если я не ошибаюсь там есть на коже там этих плодов типа яблок там и так далее ну условно короче игры что это история чисто региональная причем потому что я помню какой-то видос я смотрел что нельзя там сделать допустим определенных бельгийцев находясь в россии потому что хрен то эти дикие дрожжи каким-то образом перевезешь в россии сделаешь то же самое вот возможно я ошибаюсь но именно в этом и суть разница в типе дрожжей тут в соцсетях они пишут что это кисляк сделано что это кислый эль соответственно с кислыми какими-то дрожжами специализированы тут написано что это ваут эль то есть это что-то сделано с дикими дрожжами это большая разница вот надеюсь я понятно объяснил с как как я это вижу по крайней мере так вот похоже ли это на я это сравним с деньги извините во первых цена начнем с этого во вторых все-таки как бы я думаю что в принципе изначально и когда делают такой стиль они хотят попасть бенгийцев честно есть разочарование я думаю что это будет интересно по факту что я чувствую это сильно кисло да это сильно кисло малины тут практически нету то есть но по сути нет сложно сказать это больше вот вот знаете как будто задача это было пила быть питким и кислым да ну питкой питкой она легла легко пьется легко пьется это просто дикой кисляк и это неприятный кисляк просто есть давайте александра дамбах берем приятно пьется кислота действительно приятная то есть она ну как бы взрослого сравнивать это с этим это видимо big village лучше дальше развивать тему с менингландами которые раньше пачкой выпускают каждый месяц чем браться вот такие вещи не знаю разочарование стоит для своих денег нет не стоит я ожидал большего но как бы вот так нет я бы это еще раз не взял однозначно это вот это вот у нас нет давайте чуть дальше пусть давайте его в принципе можно сравним с брелку упаковка бомбовая прям это прям кайф смотрите историю и сейчас я вам покажу еще как крышечка выйдет я не знаю видно будет не видно но крышка просто сок бутылочка прям супер крутая что тут пишут пиво свету не пастеризованы фильтрованная так l24 объем 033 выдержано 15 месяцев на ягодах вишни состав водоподготовленный слот пивоваренный хмель и продукты пивные дрожжи так соответственно 16,9 как сказал плотности 9,3 алкоголя 033 соответственно вся эта история по свободе 366 суток я думаю что на самом деле может быть и больше может стоять просто скорее всего по законодательству положено так писать вот так сейчас я прочитаю что они написали про эту историю в своих соц сетях именно в тенеге мы любим и чтим историю традиции поэтому сделали дикий эль таким как могли его пить наши предки оставив характерную кислинку мы добавили экстракт ягод экстракт и выдержали пиво в течение 15 месяцев вот за экстракт боль почему кстати экстракции не сказали что они так секунду написано выдержано 15 месяцев на ягодах вишни тут написано что это экстракт что за хрень ну ладно затем провели отбор и разве и разлили по бутылкам только этот напитка качество которое у нас полностью устроила вот кстати еще раз перебью небольшое вступление а вот смотрите вот если товар не выдержите эту историю 15 месяцев а если не удалось как вы думаете вот проделанную работу на протяжении больше года они пустят в розницу и не выйдет из не получилось я вот не уверен что они по что не выйдет вот я не уверен тот вопрос мне кажется пиво варнинг определенный ну ладно кисло-фруктовый эндик воображение похоже на красное вино с фоновыми солодами солодовыми вкусами и фруктовой сложностью окей необычайный аромат вишни уходящий солодовый вкус с гармоничной кислинкой в послевкусии где сладкая вишня уходит в косточку вишни ягоды любви баба баба ну что давайте пробовать это очень интересно причем она открывается смотрите как вот тут есть такая вот штучка сушки но это прям сок с точки зрения упаковки это прям круто я даже спорить не буду блин вот осталось теперь понять как ее оторвалась так открываю бутылочку давайте наливать в бокальчик из подранбах я думаю тут он лучше подойдет по цвету такой красный плотно не сильно кстати по цвету похоже наверно мар на не сильно прозрачный но и не плотники пенка почти сразу ушла ох пахнет интересно кстати так кислинка в запахе есть но нету такой вот я яркого спиртового ощущения вишни в запахе чувствуется причем хорошо чувствуется причем чувствую с косточкой вот если вишни с косточкой пробовали такие вот переспевшие вишни у которых вкус косточки чувствуется он тут похож сушите по запаху прям звучит много обещающе давайте пробовать на что это похоже больше всего честно это похоже на домашнее вино вот и все никакой изысканности ничего такого интересного тут нету на глотке вы ощущаете просто очень сильный удар алкашки который никак совершенно не скрыт если вы пробовали бельгийцев вы понимаете насколько там хорошо скрыт алкашка да не у всех не у всех бельгийцев это есть но тут это знаете как это как оправдание скорее звучит то что у не у всех бельгийцев алкоголь довольно мягкий то есть 15 месяцев не знаю обычно алкоголь кастки скрывается в пиве именно что скрывается его жесткость за счет того что она дольше выдерживается тут какая-то обратная история то есть ты пьешь это просто дичайший удар сильные алкашки который полностью запевает остальное тело сказать что это вкусно да я бы не сказал что это вкусно это очень похоже на домашнее вино домашнее вино к которой ты берешь за 033 ты отдаешь 360 рублей за 033 за красивую бутылку не знаю честно это тоже как я не знаю я ждал чего-то интересного я ожидал хорошего фламандца я ждал ждал или на диких дрожжах хорош что это такое это я не знаю ребят если коротко домашнее вино да сильно креплено и тело практически нету кислинки практически тоже тут нету вишни чувствуется превратившие но есть поинтереснее истории то есть не именно вкусовые то есть если вы хотите какую-то вишню с косточки почувствовать нету не вишню с косточкой это очень похоже действительно на домашнее вино разочарование разочарование полностью разочарован этой истории но будем надеяться что следующие товарищи выправят историю это тоже бы я конечно не взял смотрите что у меня есть чихонь вот такая история это у нас пилар не сергакор надеюсь я правильно говорю правильно произношу в чем прикол причем бутылка но дизайн бутылки крутой у этой пилар не не знаю как сейчас у них по моему все это до сих пор написано что их микро пилар не стоит из одного человека почему так чувак насколько я помню вообще работал в какой-то другой нише никак не был связан с пивовареньем и так далее и но он очень любил пиво и решил все-таки поменять свою жизнь и создать эту историю с пилом устроился на какую-то мне так понимаю что пиловарню работать и узнавать как устроено то изнутри очень увлекательная история я найду найду эту статью я читал это интервью была статья точно не помню и приложу ее в описании ссылкой когда не забыть надеюсь не забуду вот это очень прикольная история такие истории люблю почитаете поймете естественно после этой интереснейшей истории мне стало интересно и что это за пиво такое долго 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 его не было в продаже я сразу говорю что найти его проблематично проблематично но сейчас мы узнаем стоит ли это того ждать купить и не разочароваться и стоит причем эта история тоже не дешево давайте я сразу посмотрю 420 рублей она стоит да это нас смузи саур с киви бананом ананасом и крыжовником это очень прикольно плотность 20 алкоголь 5 и 10 давайте я вам еще раз покажу как это выглядит вот такие рыбы там на самом деле их несколько разновидностей чувак любит насколько я понимаю рыбалку вот и поэтому у него все с рыбками связано состав вода соло пиваренный ячменный пюре банана пюре киви пюре кожовника сок ананаса соло пиваренный пшеничный хмель пивные дрожжи где это у нас история вся делается то москва рублевское шоссе вот поэт понятно почему так дорого стоит на не тупейший шутка короче в подольске делается все вот почему почему написано два адреса а изготовить это наверно все таки местонахождение офис на них просто на рублевке адрес производства дает московского область город подольск но мы лапса на делают вот так перед употреблением взболтать написано хорошая пометка поймал отпусти прикольный куча всяких интересных пометочек что-то еще интересно но в беременном нельзя и так далее то что прикольно прикольно разлит причем охренеть от свежак 22 июня разлита 7 30 июня разлита 8 дней назад кстати какой свежачок попал к нам причем насколько я помню он написал в тенеге что у него есть чихонь вот этот и еще 2 какая-то и вторая история которая у него вышла и это насколько я понимаю что это не то что совсем новинка просто эти партии очень быстро скупают вот поэтому он написал что вторая плотная это не должна быть плотной истории вот я поэтому и в принципе ты взял ой надеюсь они не гашанет ничего с ним не случится нормально все да все хорошо давайте посмотрим как это выглядит у нас ну как ни хрена если что мне руки криворукие конечно ребятки кушу не там не плотная тогда сейчас секундочку я утру так я немножко против чем по блин ну это круто конечно пахнет с на самом деле со смузи сложно смузи умеют делать многие разница вкусовых ощущений наверное от охренеть это божественно до типа ну норм вкусненько пить но я бы не сказал что многие делают говно может кто-то гашанет не гашанет а мы не знаю ну как бы все плюс-минус умеют их делать вот пахнет прикольно пахнет кисленько пахнет цитрусово ананасом больше но смягченное что то я думаю что киви скорее всего даст кислинку приятная короче пахнет вкусно давайте пробовать слушайте ну смотрите сказать что меня это удивляет нет это меня не удивляет сказать что это плохо да нет конечно сказать что это средне ну нет тоже наверно все таки это из того что я пробовал это выше среднего все таки да очень сбалансированная хорошая пирожка в основной упор сделан на кислотность ананас тут знаете ананас а нас как будто здесь выступает больше какой-то вот знаете основы связующего вкуса до основной вкус то чувствуется у киви и у и у крыжовника да то есть банан такой банан чисто создает текстуру вот как будто вот ну я говорю по ощущениям то есть как будто текстуру курица создает банан связующим является у нас ананас вот киви дает кислинку и вот еще дополнительный такой немного кисловатый ароматное довольно тело имеет именно этот гузбери крыжовник вот прикольно прикольно взял бы себе да нет я про смузи не беру себе просто я вот не беру себе домой просто так смузи мне это не интересно жене своей конечно я бы взял эту историю если бы она захотела какого-нибудь пюре образного фруктового кисленького пива туда да ей это понравится вот сейчас скорее всего после обзорчик она его и добьет пиварни успехов до развивайтесь развивайся наверное ст1 ждем побольше объема на самом деле и чего-то помимо смузи что-нибудь еще не знаю может быть и просто не интересно пойму смысл что-то еще делать но ты делаешь довольно хороший смузи сделаю чем-то еще другое попробовать будет очень интересно вот только не new england и вот да простят меня все остальные задолбалить не буду ладно переходим к обходу давайте пробовать хоп хэд битые огурцы так что у нас тут в принципе в описании не буду лезть лего в принципе все понятно изготовитель обрумин так 16 плотности 6 алкоголя состав вода подготовлены салт вареный ячменный салт вареный пшеничный овощное сырье огурцы чили перец пряно-ароматное сырье кориандр чеснок соевый соус соль хмельные продукты дрожжи пивные так это у нас изготовлено 23 числа тоже 23 ну и разлито 23 дичайший свежак просто 7 дней прошло вот 16 плотности вот я уже все сказал и бью 5 прикольненько давайте пробовать вот это очень интересно давно я гречки некий не пробовал у брюка есть твоего брюка у хоп хэда по крайней мере есть особенность что может пресеки гашануть надеюсь он не гашанет гашанул но не сильно кстати вроде успокоился брюк ну как так а ребятки наверно так и ты у странно выглядел стороны когда моя паника во время гашинга да сейчас я протру ну на так сказать газики идут процесс пошел ну если честно кстати не сильно гашанула да в принципе но верхом пошел так что будьте осторожны пожалуйста смотреть мутненькая ничего вроде не плавает профильтровано хорошо пена ушла моментально просто моментально да давайте нюхча пахнет рассоль ничком на пахнет огуречками давайте пробовать честно мне кажется ребятки премудрением люцов огурцы чувствуется слабовато они чувствуются но не сильно я думал что все таки будет либо по заявочке что это будет основной вкус а по факту мы получаем чё небольшой вкус огурцов какая-то смесь не пойми чего какое-то тело странное там из помешанного не пойми чего это не противно это бьется нормально в целом но и в конце острота не сильная они как бы по-моему заявляли что это будет остро для меня это не острый кимчи у них намного острее намного острее вот это не остро странно то есть как-то непонятное тело вначале небольшие огуречки ты их чувствуешь ты их ждешь потом странным помешанное тело каким-то непонятное совершенно беспонтовая и ну все я стринг в конце купил бы я чёрт я бы не купил я ожидал интересные огурцы такая заявочка да я бутылочку вам показаны за не показывал забыл вот такая вот бутылочка короче заявка была интересная взял бы я это нет не взял давайте подведем небольшой итог вот эту историю я рекомендую однозначно это на фобби верс орфей это прикольно это полный провал полное разочарование я не знаю как долго еще буду брать похожие истории домой на пробы на обзоры но брин бабки на ветер а честно прям бабки на ветер то есть тут сложно сказать ладно чхонь попробуйте обязательно как минимум почитайте правда это очень классная история чувак красавчик вот и в принципе продукт интересный для одного пилара для одного человека разбираться делать такую штуку рту это прикольно мне понравилось просто не мой стиль вот как бы те кто любит с музыки вам заметит вот соответственно это очередной тоже провал блин чё-то как-то знаете я так скажу вам я уже захотел балтийский порт выпить прям щас что мне кажется что был ко мне не разочарует потому что эти чет товарищи не разочаровали есть предложение кстати по этому поводу если вы хотите какое-то пиво увидеть в следующем обзоре то есть раз в месяц обзорчик у нас выходит на новинке то и соответственно это будет за июль нас будет обзор в первых числах августа если вам что-то интересно узнать какую-то вы новинку увидели прям сочную крутую которого очень хотели хотелось попробовать спускайте синего пишите мне в комментарии что андрюх возьми на обзор вот это вот новиночку вот вышел от пивоварня там фоточку можете скинуть я посмотрю если на меня заинтересует я сносом наши интересы с вами совпадут то я ее возьму пока мне казалось что это просто будет топовый выпуск потому что я не ожидал что есть ребятки провалятся вот и хоп хэ тоже меня разочаровал вот но вот так вот получилось видите зато вы можете узнать мое мнение и не брать то что возможно хотели взять возможно у вас были такие же ожидания как у меня на это пиво на этом все всем большое спасибо пока